Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской. И если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите по ссылке, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Так, сейчас я в трансляцию добавлю все, что надо добавить. И если вы меня видите и слышите, то напишите полез в чатике, что вы меня видите и слышите. Так, как мне сделать так, чтобы я чат видел? Так, сегодня я, ребят, сегодня я хочу попробовать провести трансляцию с телефона, потому что трансляция через ВК-видео, через ВК-звонки дико пережимает качество. Качество получается прям, ну, очень такое, нехорошее. Вот, и я помню, что я проводил как-то в прошлом году, проводил трансляции с телефона, и качество было кратно лучше. Вот, попробуем, потестируем сегодня. Если не получится, или если будет тормозить, зависать, еще что-то, то мы этот эксперимент не продолжим в таком виде. Так, хорошо, друзья мои, если видите, если вы смотрите в прямом эфире, то напишите в чате, что вы меня видите. Сейчас подожду минутку, пока все подключатся. Так, трансляции есть. Все здесь. Хорошо, значит, мы с вами, в прошлый раз, мы с вами говорили о том, да, то есть мы с вами начали большую тему, которая продолжится 4 занятия, о том, как написать сценарий своей жизни. И на первом занятии мы вчера, естественно, говорили о том, о вас, как о герое, о том, как стать героем собственного, собственного фильма. И сегодня мы продолжим. Сегодня мы будем, естественно, да, можно предположить, что раз мы говорили о герое, да, то следующее, что мы с вами будем делать, мы будем говорить о системе персонажей. Вообще, вот эта логика сценарного подхода к самому коучингу, к саморазвитию, она на самом деле имеет смысл. И я оговаривался в прошлый раз, оговорюсь и в этот раз, что я понимаю, что со стороны это может выглядеть как, ну, такое когнитивное искажение, да, профессиональное, что мой предмет самый лучший. Если я учу людей писать сценарии, значит, сценарное мастерство, да, драматургия, старителлинг, они применимы вообще к чему угодно. Но на самом деле, друзья мои, так оно и есть. Почему? Потому что сценарное мастерство, старителлинг, это то, как мы мыслим. Да, то есть он устанавливает ограничения, наш, что называется, наше железо, оно устанавливает определенные ограничения. Да, то есть у нас есть, там, условно говоря, у нас два глаза, да, у нас есть два уха, да, мы говорим с помощью слов, общаемся с помощью слов, а не с помощью, например, свиста. Вот, и, соответственно, вот эти ограничения нашего, что называется, нашего тела, да, то есть нашего бытия, да, они определяют и сознание. Мы, поскольку мы общаемся с помощью слов, мы и мыслим тоже с помощью слов, поскольку мы общаемся с помощью историй, да, мы и мыслим тоже с помощью историй. Если вы понимаете, как это работает, да, вы, у вас появляется возможность управлять собственной историей. И это, ну, гораздо интереснее, нежели плыть, что называется, без руля и без витрил. И в том случае, если вы не управляете собственной историей, если вы не рассказываете себе свою собственную историю, то у вас, вы проживаете какую-то чужую историю, которую вам навязывают. И в истории человечества было огромное количество ситуаций, когда целые народы проживали навязанные ими, навязанные ими историей. Ой, замечательный вопрос, Татьяна спрашивает. Есть вопрос по предыдущему вебинару. Если не хочется становиться лучшим, если ему, если кому-то, ему это кому, ок жить без привлечения внимания к себе. Ну, нормальная ситуация, да, ну, тогда что вы здесь делаете? Если вам ок без привлечения внимания к себе. Ну, я не, понимаете, да, есть какое-то количество людей, которые цели ставят невысоко. Выкопать грядку, посадить картошку, да, выкопать эту картошку, поесть, да, лечь спать и так далее, и так далее. Ничего против этого не имею, абсолютно. Но мне, людям с такими целями, да, с такими задачами, мне им сказать нечего. То есть, ну, это не ко мне. Это значит, найдите кого-то другого, кто будет вам говорить, да ты просто достаточно того, что ты просто там живешь. Ну, достаточно, кому-то достаточно, мне недостаточно. Я считаю, что просто вот чисто биологически, да, не потому, что я такой вот там мотиватор, да, вот мне всех надо заводить, мотивировать и так далее, да, хотя и это тоже есть, да. Мне скучно жить среди людей, у которых, которые хотят жить, не привлекая к себе внимания, да, которые хотят только есть и спать. Мне среди таких людей жить скучно. Поэтому, естественно, я всегда всех заводил. Да, даже когда еще всем же жил. Вот, но действительно есть какое-то и огромное количество разных учений, разных учителей, разных психологов там и так далее, и так далее, да, которые вот этому учат, да, и говорят, что да не надо, зачем, ну не получилось у тебя, ну и черт с тобой, да, ты как бы покакал и уже молодец. Да, ну это детская такая, какое-то отношение к человеку, как к ребенку. Биологически, чисто биологически человек всегда стремится к тому, чтобы быть лучше, да. Почему? Потому что быть лучше – это вопросы выживания. Да, то есть если ты не стремишься к выживанию, если ты не стремишься к тому, чтобы расширить свое влияние на мир, да, то есть если вот прям, ну вот просто вот по формуле, да, то есть к чему стремиться? Это любое живое существо, да, жизнь стремится захватить все, да, то есть жизнь стремится распространить свое влияние. И любая жизнь, да, она к этому стремится. И если мы, это биологически, это основной инстинкт, да, основной инстинкт – оставить потомство. Мы наше потомство, да, вот оставляем с помощью текстов. Наше потомство – это книги. Вот, поэтому… Так, минус трансляции с телефона. Вы, Александр, смотрите куда-то в сторону, нет вашего магнетического взгляда. Да, я смотрю, я пытаюсь понять, куда мне надо смотреть. Значит, я, если я смотрю сюда, то я смотрю, получается, да, я смотрю на себя, логично, да, а камера, а камера вот. Надо вот сюда смотреть. Ну, не знаю, я буду забывать все равно об этом. Так, хорошо, значит, идем дальше. Поэтому, друзья мои, да, мы стремимся распространять свое влияние, и для этого нам нужно что делать, да? Нам нужно развиваться, нам нужно становиться лучше, нам нужно быть заметными. И если у нас этого нет, да, если этого не происходит, ну, мы как бы деградируем. То есть, если мы не развиваемся, мы всегда деградируем. Выбора нет. Вот. И за счет чего происходит развитие, за счет чего происходит движение вперед? Всегда происходит за счет окружения. Мы уже говорили с вами немножко об окружении и на практической магии, и на годе денег. Но сейчас я хочу с вами поговорить, немножко с другой стороны эту тему подсветить, да, немножечко такой другой фильтр поставить. Именно сценарный фильтр. Да, то есть попробовать посмотреть на свое окружение, как на некую систему персонажей в истории, которую мы себе рассказываем. Да, иногда бывает такая ситуация, да, когда человек себя позиционирует как героя-одиночку, да, и говорит, я всегда один, я всегда там это самое, да. Но чаще всего всегда за таким героем-одиночкой всегда есть определенная система поддержки, система персонажей, которая на самом деле, да, вот так вот на нем сфокусирована. И поддерживает его вот эту одиночечность, да, как условно говоря, обратите внимание, Илон Маск, да, мы никогда не видим вокруг него никакой команды, да. То есть есть только вот такое ощущение, что он один в одиночку. И Тесла сам собирает, и солнечные батареи, и ракеты в космос пускает, да. То есть такое ощущение, что он один. Можете назвать на вскидку хотя бы одного сотрудника команды Маска? Знаете ли вы кого-нибудь из команды Илона Маска? Ну, мне просто интересно, может быть, просто это у меня тоже, да, какое-то восприятие такое, что, может, на самом деле знают. Только мама, мама не член его команды. Она появляется, но она всегда появляется отдельно от него. Да, то есть мы можем вспомнить какие-то там Питера Тиля, да, с которым он начинал в этом самом, да. Вот, и это тоже такой способ позиционирования. На самом деле мы прекрасно понимаем, что там чрезвычайно высокий уровень делегирования, да. И там есть люди, которые ему делают прическу, есть люди, которые ставят свет, есть люди, которые там... Ну, посты, может быть, сам пишет, да, но хотя я тоже думаю, что там при необходимости тоже там есть какой-то штат райтеров, копирайтеров и так далее, которые там при необходимости его эти посты шлифуют. Вот. И группа... Я уверен, что есть какая-то группа мозгового штурма, которая ему эти посты придумывает. То же самое в компании. То есть, естественно, естественно, там огромное количество людей, которые все это делают, да. То есть, это вопрос позиционирования. Если вам кажется, что герой-одиночка, на самом деле вы просто не видите его команду. Это его способ рассказывать историю миру, да. То есть, он миру рассказывает историю про талантливого, такого гениального одиночку. Ну, как бы, вот есть такая история, прекрасная, прикольная история. Вот. Но я считаю, что полезно и себе, и миру рассказывать немножко другую историю. Особенно себе, да. И выстроить вокруг себя некую систему персонажей, которые вам... С которыми вы будете взаимодействовать. И вот что это за система персонажей? Прежде всего, это герой. Да. Герой это вы. Да. И что важно в этом вас? В вас важно, в прошлый раз мы с вами говорили, да, важно сокровище, да, ваша суперспособность, ваш недостаток, тайна и цель. Да. Вот мы с вами некого себя уже выстроили. И здесь важно найти, что является вашим сокровищем, в котором вы можете достичь самых больших высот, да, и свернуть все то, в чем вы высот достичь не можете. Это первое. Да. Второе. Нужно определить, какие тайны вы рассказываете, вы даете людям, какие тайны вы скрываете, да, и стараетесь так, чтобы про них никто не узнал. Какие тайны вы показываете всем и говорите, здесь у меня тайна, чтобы всем было интересно. Дальше. Какие недостатки вы делегируете, какие ваши недостатки вы пиарите, какие недостатки вы, опять же, скрываете, прикрываете. И в том, что касается цели, да, здесь самое важное, чтобы поставленная вами цель была вам соразмерна, да, чтобы вы были конгруентны вашей цели, чтобы вы вашей цели соответствовали. Теперь дальше. Вот мы, вот есть вы. Теперь вокруг вас надо выстроить вот эту вот систему персонажей. Давайте я вам сначала их перечислю, да, кто должен быть вашей этой системой персонажей. Потом мы погрузимся в детали, да. Первое – это помощник. Да, это кто-то, кто вам помогает. И помощник здесь может быть, условно говоря, там, человек, который занимается вашими соцсетями. Это может быть, условно говоря, человек, который, не знаю, вот у нас там вчера приходил человек, который мыл окна дома. Да, это помощник, да, то есть, если бы я не вызвал этого человека, да, то мне пришлось бы мыть эти окна, да, что у меня бы там день бы украло, да. Я этот день занимался там более важными, более полезными для мира делами. Может быть, помощник, который, там, не знаю, технику какую-нибудь дома чинит. Опять же, я не то, что там не знаю, как унитаз починить, да. Я, честно говоря, я не знаю, где у нас на кухне включается свет. Это правда. Я действительно не знаю. Я все вспоминаю про это. Надо спросить, где же он там включается. Есть теория, что эта кнопка находится где-то рядом с холодильником, да. Ну, я не так далеко зашел, чтобы проверить эту гипотезу, да. Соответственно, да, для того, чтобы я был высокоэффективен, для того, чтобы я был высокопродуктивен, я вообще не касаюсь никаких, абсолютно никаких домашних дел. Да, у меня есть там, ну, условно говоря, я с ребенком гуляю, да. Это то, что мне нравится, да, и то, что я никому эту обязанность не отдаю. Сегодня с утра тоже два часа гуляю. Все остальное это помощники снимают. То есть, у вас может быть несколько помощников. Может быть помощник, который занимается, там, не знаю, бронированием отелей, если вы там много ездите. Может быть помощник, который занимается, там, не знаю, оформлением сториз. Да, то есть, может быть несколько разных помощников, которые выполняют ваши поручения, помогают вам в чем-то. Вопрос Задайте себе Вообще я советую Сегодняшнее задание Занятие проходить следующим образом Взять листочек бумажки И прямо на него записывать Вот я, герой Вопрос, главный вопрос Конгруентен ли я цели Соответствую ли я своей цели Давайте сейчас мы Прям сразу и проверим это Вы Прошлую и позапрошлую неделю Вы как раз занимались Тем рассмотрением себя Героя И рассмотрением Соотнесением себя со своей целью Вопрос Соответствую ли вы Сейчас Соответствую ли вы Своей цели Или ваша цель Кажется вам Больше вас или меньше вас Может быть И такое Что вы посмотрели На свою цель И сказали Что там мелковато Надо Надо выше брать И это очень часто Помогает сменить Приоритет Да То есть Прям вот даже цель Можно поменять Вопрос Как вам кажется Сейчас Вы соответствуете Вашей цели Или цель больше вас И соответственно Вам нужно подрасти Или наоборот Цель кажется меньше вас И как бы Непонятно Зачем Зачем вообще ее делать Так Кажется больше на сейчас Дорасти нужно до цели Ну Если нужно дорасти Опять же Да Понятно что делать Да Цель кажется больше Это очень хорошо Потому что Иногда бывает Так Вот кстати К тому что мы выше говорили Да Что человек ставит Какую-нибудь цель Не знаю Квартиру купить Или книгу выпустить Или там Не знаю Что-то Ну вот такие вот Какие-то цели Да И человек Реально там Тратит годы На то Что в общем Можно сделать Не знаю За год между делом Занимаясь Какими-то совершенно Другими делами Так Цель больше Очень хорошо Ну Я надеюсь Что все-таки Мы с вами Да Большинство из вас Уже там Со мной Не первый день Не первый год И поэтому О Классный комментарий Александра пишет Кажется Не моя Не зажигает Ну Значит Надо поменять Здесь может быть Два момента Да Что Может быть Она потому И не зажигает Что она не ваша Так Не соответствую Грандиозности Своей цели Уже топаю Лежу в этом направлении Ну сейчас мы поговорим О том Как расти Дальше Следующий Вот Помощник Вопрос Есть ли у вас Хотя бы один помощник Помощников может быть Несколько Да Вот есть ли у вас Хотя бы один помощник Который вам Помогает Я советую Причем здесь Я считаю Что стратегия Должна быть Такая Да Что даже если вам Кажется Что Там Вот я Сначала У меня Вырастут Задачи А потом Я пока сейчас Все сам буду делать Или сама Все буду делать А потом Когда задачи Вырастут Тогда я начну Делегировать Ничего подобного Если у вас нет То есть Мы сначала Создаем привычку К делегированию Да То есть Мы сначала Берем помощника И начинаем работать С помощником А потом Постепенно На него Перекидываем Свои задачи Понимаете Да То есть Если вы Не Как бы Не имеете Привычки Заводить Помощников И перекидывать На него Свои задачи Вы так Все время Будете находить Какие-то Отговорки Для того Чтобы продолжать Делать самому Вот А помощник Он не только Время освобождает Да Ну хотя И это Немаловажно Да Что время Освобождает Да А помогает Опять же Взглянуть на задачи По-другому Немножко Да То есть На те задачи Которые вы делаете Сами И те задачи Которые делает Кто-то другой Для вас Вы на них Смотрите По-другому Совершенно Так Один по хозяйству Два по основной Задать Работе Три по цели Опять же Да Я там Годами У себя Внедрял Вот это Это делегирование Да Не все Получается Не всегда Там У нас Вплоть до Там Совсем Таких Катастрофических Вещей Были Ситуации Да Когда там Люди Обманывали Кидали Там И так далее И так далее Ну Это неизбежно Да Ну Например Там Условно говоря Там Я ходил В магазин Да Просто Потому что Женщины Все Да Я физически Сильный Да Значит Я должен Там В неделю Два Три раза Потратить На то Чтобы взять Список Пойти В магазин Потратить Там Два часа Времени И по списку Все купить Да То есть Слава богу Во время пандемии Мы все это полностью Перевели На На заказ И Сейчас Никто Из нас В магазины Не ходит Да То есть Это что Это плюс Там Три-четыре Часа времени Освободилось Так Если помог Татьяна Замечательные Вопросы Если помощник Не один Конкретный А ситуативно Разный То это считать Помощником Да Конечно То есть Нам не шашечки Нам ехать И то же самое Вот если я считаю Что помощники есть Но они об этом Не знают Тоже не важно Важно Главное Чтобы они Задачи ваши Выполняли Главное Чтобы вы понимали Что этот человек Ваш помощник То есть Еще раз Важно Нам Совершенно Не шашечки Нам ехать Так Психолог И так далее Помощник Сейчас Об этом поговорим Может быть И помощник Психолог Может быть И помощником Может и другую роль Выполнять Сейчас мы Сейчас мы Об этом поговорим Дальше Следующий Следующий Персонаж Это Союзник Кого бы Я обозначил Как союзника Это человек Который Помогает нам В каком-то Другом Стане Да То есть Где-то Мы Занимаемся Чем-то Своим В своем Деле Но у нас Есть Кто-то Кто Выполняет Роль Союзника Где-то Находясь От нас На расстоянии Да То есть Например Не знаю Я вот думал Кого я Мог бы Назвать Союзниками Ну Например Леша Олешковский Да С которым Мы Там Знакомы Тысячу лет Назад Он Он Кстати Курс у нас В мастерской Проходил Мы Мы В правлении Долго Находились Достаточно Да Но мы Не Ну просто Мы Там Видимся Не знаю Раз в пять лет Да То есть Сказать Что мы Как-то Плотно Общаемся Нельзя Сказать Вот Поэтому Тут Уровня Дружбы Уровень Дружбы Как бы Его Сложно Сложно Сказать Что мы Там Близки Как друзья Но он Безусловно Союзник Сейчас он Является Президентом Гильдии Сценарной Вот Я его Естественно Рассматриваю Как Просто Ну Стратегического Союзника Мы Близки По ценностям Мы близки По целям Мы Занимаемся Там Более Или Менее Одним И тем же Делом Вот Он в своем деле Я в своем Да То есть У меня Есть цель Да В которой Которая Там Большая цель И он Со своей стороны Тоже Делает что-то По направлению К этой цели Например Коляда Николай Владимирович Тоже Да В какой-то момент Он выполнял Для меня роль учителя Очень недолгий И В общем-то Даже я думаю Что он особо Не подозревал О том Что он роль учителя Для меня выполнял Но тем не менее Да Сейчас я уже Там Давно У него Ничего не учусь Но я его считаю Своим союзником Да То есть Он тоже Делает На расстоянии Где-то Да Делает То же самое Что я Да Мы близки По ценностям Мы близки По целям Мы занимаемся Более или менее Одним и тем же делом Не знаю Там Олег Сироткин Например Да Тоже Мы близки По ценностям Мы близки По целям И он Делает То же самое Что я Да То есть Союзник Это человек С которым Вы близки Вы можете даже Быть Незнакомыми Не дружить Там Не общаться Но тем не менее Это человек Который Делает То же самое Где-то На расстоянии Да То есть И Вы Как бы Вместе Делаете Какое-то Одно Общее Дело Условно Говоря Я бы сказал Так Что Аарон Соркин Мой союзник Да То есть Он Делает То же Самое Да То есть Он Что называется Чувство доброй Лирой Пробуждает Моя цель Делать То же самое Творить Добро Что называется Силами Стори-теллинга Так То есть Союзник Человек С другой Целью Но сходной Миссией Стратегией Я бы сказал Что и цель Такая же Да То есть Вы близки По целям Да То есть У него цель Может быть Условно говоря Своя Да Но Она Вы Все Вы вместе Все стремитесь К некой Единой Единой Суперцели Если у вас Такого союзника Нет Я советую Прям вот Посмотреть И понять Кто Является Вашим Союзником Да Кто Вместе С вами Делает То же Самое Что и вы И соответственно Вы понимаете Что во первых Вы сами Должны Этих Людей Поддерживают Да И не буду Говорить Как Но У меня Были Ситуации Когда Там Я Обращался К Калидену Допустим Там За помощью И он Никогда Мне не Отказывал Всегда Мне Помогал Ну и В свою Очередь Если Я Видел Какую-то Возможность Ему Чем-то Помочь Я Естественно Тоже Всегда Всегда Это Делал Вот То есть Вы Как бы Выстраиваете Такой Выстраиваете Такую Союзническую Сеть Да И она Опять же Она Может Не Проговариваться Как Союзничество Но Тем не менее Вы там Понимаете Что Вы Более Или Менее Одно И то Же Дело Делать Покойные Гремена И Угаров Скажем Были Мои Союзники Были Моими Союзниками То же Самое Мы Вместе Делали Какое-то Одно И то Же Дело Дальше Следующее Так По Есть Муж Вот По поводу Мужа Смотрите Здесь Я бы Немножечко Как бы Я советую Не мешать Эти вещи Да И сейчас Мы Сейчас я Про мужа Про жену Сейчас я Отдельно Скажу Почему Потому Что С мужем Как правило Да Есть Другой Вообще Уровень Отношений Да И он Посвящен Совершенно Другим Вещам Да То есть Если Например У вас Вы Там Не знаю Ленин и Крупская Да Или Там Не знаю Кто Сартер И Блин Вылетело из головы Как жену Сартера Звали Знаете Скажите Так и я Скажу Да Вот Да То есть Если вы Занимаетесь Вместе Какой-то Общей Деятельностью Да В этом случае Он Помимо Этого Он Еще И Союзник Вот Но Очень Часто Бывают Именно Из-за Вот Это Совмещение Ролей Бывают Всякие Разные Проблемы Да Да Бонни и Клайд Общие цели Общие ценности Поэтому Так Хорошо Дальше Следующий Учитель Да Симон Это Бовар Совершенно верно Да Там у них Были И терки Были Определенные Да Но тем не менее Там Более Или менее Одним И тем же Делом Они занимались Следующий Это Учитель Задача Учителя Учить Да Давать Какие-то Навыки Давать Какие-то Знания Но Самая Главная Задача Учителя Давать Образцы Давать Образцы Поведения То есть Мы Учителя Очень Часто Моделируем Осознанно Или Неосознанно Я Кстати Говоря Несколько Дней Назад Я про Это Писал В В В Контакте Что Вы Какие Критерии Должны Быть При Выборе Учителя Вы Смотрите На Учителя И Спрашиваете Себя Хочу Ли Я Стать Таким Человеком Как Он То есть Если Вы Хотите Получать Такие Результаты Как Есть У Этого Человека Делать То Что Делает Этот Человек Вести Себя Так Как Этот Человек Принимать Решение Так Как Принимает Решение Этот Человек Вот Тогда В этом Случай Я Советую Идти Учиться К этому Учителю То 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 есть По Сути Да Я Советую Учителем Выбирать Такого Человека Которым Вы Сами Хотели Бы Стать То есть Бывают Такие Ситуации Действительно Когда Человек Учится У кого То И Думает Вот Я У него Учусь Но Вот Быть Таким Как Он Я Не Хотел Вот Я Советую В этом Случае Менять Учителя Почему Потому Что Мы Никогда Не берем У учителя Что-то Одно То есть Вот Он Математик Математические Формулы Он знает Хорошо Но Как Человек Говно Да Хамит Там Оскорбляет Троллит Давит Душит И так Далее И так Далее Да Вы Возьмете Не только Формулы Вы Обязательно Возьмете Скопируете Да То есть Просто От Долгого Общения Да И от Навыка Брать 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 Учителя Да Вы Начинаете Брать У него И Не то Что Надо Вот Поэтому Вот Я советую Таким Критерием Пользоваться И Обратная Ситуация Да Что Вы Как Бы Ну Как Поворачиваем Да То есть Мы Учимся Стать Мы Стараемся Стать Таким Человеком Каким Был Учитель Да И Соответственно Когда Мы Учим Кого-то Чему-то Да Значит Наша Задача Смотреть На Ученика И Все Время Как Себя Проверять Хочу Ли Я Чтобы Мои Ученики Стали Такими Как Какой Я Да Потому Что Бывали Такие Ситуации Когда И Там Были Учителя Такие Которые Учили Своих Учеников Быть Такими Хищниками Там Безапелляционными Неэтичными И так Далее И так Далее И Затем Эти Ученики Хорошо Научившись Учителя Да Они Затем Просто Сжирали Учителя Уничтожали Приходили Приходили Его убивать Вот Ну Может и Такое Быть Если Вы Учите Хищничество Поэтому Вот Вопрос Есть Ли Учитель Здесь Я бы Сказал Что Учителей Должно Быть Несколько У Есть Такая Книга У Тимоти Ферриса Трайп 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 Мэнтерс Ну Как Клан Учителей Группа Учителей Я не знаю Она переведена На русский Язык Или Нет Просто Я по-английски Читал Когда Она только Вышла Что Что такое Трайп Трайп Мэнтерс Да То есть Это Группа Учителей Да То есть Вы Для себя Собираете Школу То есть Вы Там Не Есть Какие-то Навыковые Вещи Да То есть Я допустим Изучаю Какие-то Конкретные Компетенции Да То есть Я там Сейчас Например Заинтересовался Магией Историей Магии И Меня она Интересует Естественно Не в значении Там Духов Вызывать Там И столики Вертеть Да Она меня интересует Как культурный Феномен Да И я Ее Именно Там В этом Смысле Изучаю И Я Там Учился У Олега Телемского Да Приглашал Его на эфир И читал Его книги Да Вот Читаю Там Труды Какие-то Исторические Дальше Я пошел У брата Марсия Поучился Прошел У него Там Большой Достаточно Информативный Курс О том Как проходит Ученик Стадии Посвящения Да Сейчас Учусь У Марьяны Романовой Тоже Значит Интересные Интересные Достаточно Вещи Да То есть И это Не значит Что я Там Собираюсь Не знаю В мага Превращаться Еще что-то Такое Да То есть Меня Интересует Какая-то Конкретная Компетенция Да Какая-то Конкретная Область И я Нахожу Людей Которые Этим Занимаются Много Лет Да Я Иду И я У них Учусь Да То есть У меня Нет Задачи И нет Необходимости Условно Говоря Там Тридцать Лет Посвятить Себя Этому Делу Да То есть Я Все Что мне Надо Я возьму Там За полгода Да И дальше Пойду Да То есть Могут Быть Ситуативные Учителя Есть Учителя У которых Вы Всю Жизнь Учитесь Например Там Владимир Васильевич Да Был Роман Романенко Учителем Вот Я У них Учился Да Я Их Учебу У них Я закончил Да То есть Мне Сейчас У них Учиться Нечем Вот Дальше Я Учусь У У других У следующих Учителей А есть Учителя У которых Я Всю Жизнь Учусь Да Например Мой Мастер Александр Бородянский Да Он Мастер На всю Жизнь Всю Жизнь Я у него Учусь И Всю Жизнь Буду Учиться Так Хорошо Публичное Признание Себя Чьим То Учеником Накладывает Определенные Обязательства И Нужно Ли Вообще Это Надо Смотреть По Ситуации Важно Чтобы Вы Понимали Для Себя Что Вы У этого Человека Учитесь Да Опять же Человек Может Даже Не Знать Что Вы У Него Учитесь Например Я Достаточно Жестки Ставлю Ограничения На тот Счет Кто Может Публично Заявлять О том Что он Является Моим Учеником Потому Что У нас Есть Определенный Набор Навыков И знаний И умений Которые Получают Люди Которые Учатся В нашей Сценарной Мастерской И Соответственно Человек Который Закончил Нашу Сценарную Мастерскую Он На голову Выше Всех Остальных Сценаристов Вот Если Какой-то Человек Который Вот Они Закончили Мастерскую Вы Можете Имейте Право Называть Себя Моим Учеником А Если Вы Просто Какие-то Бесплатные Вебинары Послушали Книгу Прочитали И будете Ходить И говорить Я Ученик Молчанова Я У него Учился Проходил Его Курсы Это Неправда Вот И Сценарии И тексты Которые Вы будете Писать Но Они Будут Слабше Значительно Нежели Если Вы Учились В нашей Сонарной Мастерской Соответственно Да Ну Как бы Я У меня Бывает Такое Что Мне Кто-нибудь Из Редакторов Говорит Слушай Тут Какой-то Говорит Что Твой Ученик А пишет Какую-то Херню Я Говорю Какая Фамилия Такая Такая Смотрю Пробиваю В этом Самом В аккаунте Нет Не учился У нас Такой Ученик Самозванец Гони С самыми Тряпками Вот Поэтому Вот Бывает Такое Да То есть Не всегда Не всегда И учитель Еще Готов Признать Кого-то Своим Учеником У меня Есть И были У меня Ученики Которые Очень Очень Сильно Меня Разочаровали Очень Сильно Есть Ученики Которыми Я горжусь То есть Это Все Тоже В обе Стороны Работает Да Какие Кошмары Вы Рассказываете Нет Нет Таких Учителей Мне Не нужно От Одних Учителей Одно Берем Себе Учимся От Других Другой Это Так Да Родители Это Учителя Вне Всякого Сомнения Это Первые Учителя И Вот Важно Чтобы Вы Опять же Понимали На Да И Заставляет Вас Не Ругаться Матом Вы Будете Ругаться Матом Да То есть Вот У меня Папа Например Он Никогда Не Ругался Матом Никогда За всю Жизнь Он Наверное Один раз Сказал Бляха Муха Вот И Так Сказал Что Я Это На всю Жизнь Запомнил Да И Поэтому Я Там Матом Ну Как бы Мне Мат Некомфортен Да Потом Естественно Когда Я В общаге Жил Да Журналистикой Работал Да В журналистике Работал Естественно Там Приучили Матом Разговаривать Но Мне Не Не Очень Комфортно Разговаривать Матом Да Это Родители Дали И С другой Стороны Например Да Мне Все время Говорили Что Нельзя Курить Нельзя Курить Вот У Меня Папа Курил И Курил Как Сумасшедший Особенно Когда Брат У меня Он прожил Три Недели И Умер Вот И После Этого Отец Закурил Так Что Просто Дым Карамыслом Вот И Потом Через Какое-то Время Мама Тоже Так Она Покуривала Покурила Потом Просто Начала Курить В 90-е Когда Там Все Жестко Было Сигарета Это Было Единственное За что Можно Было Держаться И Они Умерли Из-за того Что Курили Из-за И Он И Она Умерли Из-за Болезней Сосудов Связанных Именно С Курением То есть Если бы Они Не Курили Они До Сих Пор Были Живы Вот И Естественно Что бы Там Они Мне Не Говорили Я Курил С 10 Лет Я Курил Три Пачки В День С 10 До 30 Лет Я Курил Как Просто Как Из Ружья Вот И Очень Отец Говорит Что Семья Это Главное Сам Пропадает На работе Целыми Днями Вряд ли Ребенок Верит Слав Совершенно Верно Да Так И Есть Хорошо Итак Учитель Учит Дальше Следующий Консультант Что Такое Консультант Консультант Это Кто Кто Дает Вам Какую То Информацию И Консультант Опять же У вас Может быть Какой То Конкретный Консультант По Каким То Вопросом Да Как Например Когда Я Писал Детективы У меня Был Тесть Тоже Он Умер Уже Значит Он Бывший Начальник Уголовного Розыска Города Воркуты Вот То есть Он Обладал Всеми Компетенциями Которые Мне Были Нужны Я С ним Все Время Консультировался По Поводу Каких Там Вопросов Именно Связанных С С Следствия С Процедурами Там Уголовный Мир Он Знал Очень Хорошо Тоже Я Постоянно С ним Консультировался Теща Медработник С Тещей Я Консультировался По Медицинским Вопросам Если Возникает Потребность Не знаю Понадобилось Нам Египетские Иероглифы В одном Сериале Вот Мы Нашли Человека Который Нас По Иероглифам Проконсультировал Тоже Может Человек Который Постоянно Вас Консультировать Может Человек Который Время От Времени Разово Консультирует Отличие Консультанта От Учителя Состоит В том Что От Консультанта Вы Берете Только Информацию Когда Я Беру Информацию О Египетских Иероглифах Здесь Разница Между Учителем Консультантом Как Разница Между Художественным Романом И Словарем Вы В словарь Заглянули Вам нужно узнать Кто такие Магикане Вы берете Словарь На букву М Нашли Магикане Это племя Индейское Такой-то Такой-то Состав Тем-то Тем-то Занимались Вам Не важно Какого цвета Обложка У книги У вас Эмоциональной Связи С этой Книгой Не возникает И другое Дело Вы берете Книгу Последнюю Из Магикан Фенемора Купера И вы Переживаете Эмоционально Вы Вживаетесь В эту Историю Вы Переживаете Некий Эмоциональный Опыт Вот в этом Отличие Учителя От Консультанта То есть Нам Не всегда Нужно Повышать Консультанта До Статуса Учителя Иногда Достаточно Человека Чтобы получить У него Знания Иногда Достаточно Оставлять Его В статусе Консультанта Не повышать Его выше И соответственно Это дает Возможность Не брать Лишнее Не перегружать Себя Лишними Лишними Каким-то Лишним шумом Так Дальше Следующее Понятно Ли по поводу Консультанта Есть у вас Консультанты Такие Консультанты Сейчас Не Рассете Кстати Да Вполне Через Интернет Можно Можно Использовать Получать Информацию Вполне Себе Вариант Да Google Да Википедия Там И так Далее И так далее Да То есть Все это Ну просто Есть вопросы На самом деле Есть вопросы И ситуации Про которые Google Не знает Да Например Google Не знает Очень многих Вещей Связанных С Не знаю С введением Следствия В 70-е годы В провинциальном Городе Никакой Google Не знает Вот Поэтому То есть Здесь еще раз Важно По поводу Консультанта Да То есть Важно Что есть Ситуации В которых Вы Понижаете Статус Учителя До Консультанта Вот И Интернетом Тоже Я советую Да Что Есть ситуации Когда Интернетом Нельзя Ограничиваться Да То есть Если Например Вы Опять же Пишите Какое-то Художественное Произведение Вам Информации Из Википедии Недостаточно Очень Часто Да То есть Что Нужно Что-то Еще А что Вы Не Знаете Да То есть Есть Что-то Что Нужно Найти А вы Даже Не Знаете Что Искать Не Знаете Где Копать Вот И В этом Случа Нужен Консультант Дальше Следующий Это Любовь Да То есть Это Любовь Может быть Реальная Да И Это Любовь Может быть Виртуальная То есть Могут Быть И Отношения Вблизи Да То есть В идеале Любовь Это Человек Который Рядом С вами Могут Быть Если Вы Монах Например Да Или Монашка Да То есть Ну У вас Как бы Не Не Может Быть Любви Да То есть Вы По Определению Отказываетесь От Каких-то Земных Привязанностей Но У вас Есть Зато На Небесах Есть Человек Которому Которому Вы Можете Направлять Всю Свою Любовь Да То есть И Задача Любви Греть И Поддерживать Да То есть Эмоционально Когда Вы К своей Любви Обращаетесь Вы Получаете Эмоциональную Поддержку И Здесь На самом Деле Очень Часто Тоже Бывает Такая Штука Что Человек Который Должен Выполнять Задачу Любви Любить Да Он с этой Работой Не справляется Да То есть Он Вам Эмоциональной Поддержки Не Оказывает Знаете Есть Забавный Ролик Такой Значит Человек Какой-то Держит На руках У себя Маленькую Собачку И говорит Вот Типа Есть Такой Гормон Окситоцин И Когда Вы Обнимаете Человека У вас Вырабатывается Гормон Окситоцин И Он Типа Это Гормон Ну Как Близости Такой И Когда Вы Гладите Домашнее Животное У вас Тоже Вырабатывается Гормон Окситоцин И Поэтому Типа Надо Обязательно Для того Чтобы Он Вырабатывался Надо Обязательно Гладить Домашнее Животное И Вот Он Рассказывает Эту Телегу Все Про Окситоцин Прогоняет И Все Это Время Эта Собака Дико Орет И Кусает Его За Все Что Можно Да То Бывает Так Что Ваш На самом деле Вы от него Получаете Только Когти Зубы Вынос Мозга И так Далее И так Далее Ну Значит Вы что-то Делаете Неправильно Да То есть Либо Это не тот Человек И надо Другого Человека Найти Да Сразу Говорюсь Что Я не Являюсь Семейным Психологом И Любые Мои Советы Связанные Семейной Жизнью Нерелевантны Сразу Можете Их Мимо Ушей Пропускать Если У вас В этом Смысле Какие-то Проблемы Да Чтобы Не было Так Что Вы Сейчас Пойдете К своему Партнеру И скажете Молчанов Сказал Что Надо С тобой Разводиться Так Что Все Иди Нафиг Он Возьмет Ружье И придет Меня Застрелить Не надо Этого Друзья Мои Если У вас Проблема Обратитесь К семейному Психологу И Поработайте С ним А вот Но Тем не менее Я теоретически Говорю Что Могут Быть Ситуации Когда Просто С человеком Надо Расстаться А есть Ситуации Когда Вы С человеком Просто Не Выстроили Отношения Их Можно Выстроить Либо Можно Либо Уже Нельзя То То Условно Говоря Вы Получаете Гормон Окситоцин Вы Должны Этот Окситоцин И Давать Человеку Это Поезд В две Стороны Не Должно Так Молчанов Сказал Что Ты Должен Греть И Поддерживать Ну Давай Быстро Грей Поддерживай Чтобы Такого Тоже Не Опять Здесь Важно Понимать И Я Советую Эти Роли Не Мешать Очень Часто Бывает Так Что Человек Который Должен Вас Любить Греть И Поддерживать Он Является Кроме Этого Еще Учителем Например Или Консультантом Да И Люди Начинают Эти Роли Путать Вот И Из-за Вот Этой Путаницы Ролей Возникают Очень Большие Проблемы Именно Поэтому Кстати Говоря Не Рекомендуется Семейным Людям Не Рекомендуется Работать Вместе Именно Из-за Смешения Ролей Особенно Если Кто-то Начальник А кто-то Подчиненный Для Одиноких Людей Лучше Выдумать Отношения Сублимировать Или Что Если Нет Отношений То Лучше Выдумать Чем Жить Без Них То Реально Выдуманные Отношения Лучше Чем Отсутствие Любых Отношений И На самом Деле Ну Как бы Вот эту Поддержку Да Можно Получать Совершенно Спокойно От наших Воображаемых Людей Да Вон Религии Сколько Лет Существует Для чего Вот Для этого Да Это наши Воображаемые Друзья Которые Нас Греют И Поддерживают Которые Дают Нам Любовь Нам Дают Нам Любовь Есть ли Четыре Элемента Это Земля Вода Огонь И Воздух Да И Пятый Элемент Что Это Эфир Или Святой Дух Да То есть Вот что Это Такое Это Любовь Вот Вы Ее Получаете Вот Если Вы Ее Не Получаете От Физического Человека Вы Ее Можете Получать Откуда Из Вселенной Хорошо Если У вас Любовь Жесткий Вопрос Задам Любовью При этом Может быть Не знаю Киноактер С которым Вы Не Вот Феномен Фанатства Да Он С этим Связан Да То есть Допустим Подросткам Там Тяжело Нет Навыка Общения С людьми И Соответственно Да Вы Как бы Находите Какого-то Воображаемого Персонажа И дальше С ним Общаете О Классное Замечание Выстраиваю Любовь С собой Если Вы Не Выстроите Если Вы Не Научитесь Выстраивать Любовь С кем-то Вы С собой Не Сможете Выстроить Любовь То есть Сначала Надо Научиться Любить Кого-то Да Если Вы Не Научитесь Любить Кого-то Вы Себя Тоже Не Научитесь Любить Ну Можете Попробовать Конечно Вперед Вперед Из Песней Так Люблю И С 2000 Ну Давайте 23 Будем Считать Да Это Труд Конечно Так Дальше Ну Или Например Если Вы Только Берете А не Отдаете Человеку Ничего Может Случиться Так Что Вы Либо Высосите До Дна И Он Просто Умрет Либо Он Скажет В какой-то Момент Так Ты Мне Ничего Не Даешь Пойду Куда Нибудь Где Мне Будут Давать Так Сейчас Обычно Учат Другому Сначала По Любви Себя Нурья Понимаете Мне Абсолютно Нет Никакого Дела До Того Чему Учит Кто-то Я Учу Вот Этому Да И Мой Опыт Показывает Это Да Что Если Человек Не Умеет Любить Других Он Не Может Полюбить Себя Не Знаю Ни Одного Примера Если Я Найду Встречу Какой-то Пример Когда Человек Сначала Полюбил Себя Да А потом Научился Любить Кого-то Другого Я Вас Найду И Скажу Вам Да Вы Знаете Вы Были Правы Вот В Китае Нашел Одного Человека Которого Это Получилось Сделать Или В Мексике Или В деревне Вологодской В какой-нибудь Так Обычно Говорят Да Ребят Очень много Всякой Идиотской Херни Говорят Люди Поверьте Вот Просто Обдумайте Это Обдумайте Эту Мысль Я Оставлю Вас С этой Мыслью Подумать Так Любовь К себе Это Выход Из Безответной Любви Ко всем Вокруг Чаще Всего Люди Которые Пытаются И Говорят Что Хотят Они Полюбить Себя Да Они Чаще Всего Даже Не Пытались Полюбить Кого-то Другого Тоже Проверьте Это Проверьте Всех Вот этих Безответных Безответных Любовников Всего Да То есть Чаще Всего Там Не Любовь К кому-то Ко всем Да А Диктатура Под видом Любви И Дальше Человек Оборачивается К себе Да Типа Все Буду Любить Себя Да И Это Любовь К себе Опять же Оборачивается Диктатурой К себе По отношению К себе А не Любовью Совершенно Поэтому Мы Учимся На себе Не Видно Это Все Вот Я Пишу Тексты И Учу Писать Тексты Я Свой Текст Оценить Не Могу То есть Ну Есть Определенные Критерии Да По которым Там Ну Не знаю Количество Знаков Например Да Выстроенный Выстроенный Сюжет Да Есть ли Там Диалог Есть ли Конфликт Да То есть Объективные Критерии Эти критерии Я могу Оценить Да Но Есть Не Может быть Все Выстроено Все Есть А Текст Не Работает Да Не Хватает Вот Эфира Пятого Элемента Не Хватает Святого Духа Не Хватает Боженька На ухо Не Нашептал И В Тексте Этого Нет Вот Этого Я На своем Тексте Не Вижу Поэтому У меня Есть Свои Ридеры Которые Читают Мои Тексты Я Читаю Огромное Количество Чужих Чужой Текст Могу Оценить Свой Текст Не Могу Оценить Вот С любовью То же Самое Да То есть Для того Чтобы Научиться Любить Себя Мы Должны Научиться Любить Кого И Чаще Всего То Что Мы Выдаем Себе За Любовь Это Чаще Всего Диктатура Хорошо Идем Дальше Дальше Друг Вот С другом Сложная Сложная Ситуация Почему Потому Что Опять же Сборачиваем И с очень Многими Вещами Путаем Любовь Чем Она Не Является Да То есть Задача Любви Греть И Поддерживать Все Да То есть Если Она Не Греет И Не Поддерживает Значит Она Свою Свою Работу Не Выполняет А Если Она Греет И Поддерживает И Кроме Этого Что То Все Все Нормально То Очень Часто Мы Опять же Это Путаем Поэтому Надо С этим Разобраться Если Как Только Вы Разберетесь Вам Сразу Проще Будет Так Идем Дальше Друг Опять же Я Много Думал Над Этой Темой И У меня Сложные Разнообразные Истории Разных Дружб В течении Моей Жизни И Мне Кажется Опять же Как И Как И Все Выше Давайте Так Я Все Время Оговариваюсь Об Этому Все Что Я Вам Говорил До Этого Все Что Я Буду Говорить После Это Все Мое Мнение Основанное На Моем Опыте И Моих Исследования Каких Вы Можете С этим Соглашаться Можете Не Соглашаться Но С Давайте Так Давайте Я Вас Спрошу Как Вам Кажется Зачем Нам Друзья Что Нам Дают Друзья Что Делают Для Нас Друзья Что Самое Ценное Из Того Что Нам Дают Друзья Поддержка Взгляд Равного Со Стороны Для Идей Вдохновения Поддержки Ресурс Говорить Правду В лицо Общение Понимание Чувство Значимости Об Бодрение Обмен Мыслями Поддержка Другой Взгляд На Мир Новые Идеи Слова Поддержка С другом Можем Быть Самим Собой Это Почти Как Любовь Вот Смотрите Мне Кажется Опять На Мой Взгляд Еще Раз Тема Только Кажется Простой На Самом Деле Тема Совсем Не Простая Мне Кажется Что Задача Поддержки Да Это Любовь То есть Эта Любовь Должна Нас Поддерживать При любых Обстоятельствах Да То есть Условно Говоря Если Я Не дай Бог Не знаю Что Сделаю Украду Убью Да Еще Что То Я От Своей Любви Да Жду Безусловной Поддержки В Любой Ситуации Что Бо Я Не Сделал Да Что Касается Дружбы От Дружбы Я Жду Непредвзятого Совета Да То есть Я Жду Что Человек И Самым Ценным Мне Кажется Да Что Дает Нам Дружба Да Друг Нас Знает Да Друг Нас Понимает И От Друга Я Поддержки Жду Не Всегда От Друга Я Поддержки Прошу Не Всегда Да Но От Друга Я Жду Абсолютно Абсолютной Правды Да Абсолютной Честности Если Друг Мне Будет Льстить Или Еще Что То Делать Он Очень Быстро Перестанет Быть Моим Другом Да Я К Другу Не Побегу Не Знаю Деньги Занимать Или Еще Там Что Да То есть Не Всегда Как Бы Да То То есть Не Надо Путать Друга И Не Надо С Любовью Да То есть Мы Очень Часто Друга Превращаем В Любовника И Ведем Себя С Другом Как С Любовником Это Неправильно Да И Наоборот Мы Очень Часто Любовь Свою Превращаем В Друга То есть Вот Это Не Надо Путать Вот И Друг Должен Иметь Возможность Вам Сказать Так Чувак Ты Косячишь Ну Как Б Сделай Что-то С Этим Либо Ты Это Самое Да Условно Говорят Ты Там Бухаешь Или Еще Что-то Делаешь Да Либо Ты Останавливаешься Да Это Интервенция Да То есть Либо Ты Останавливаешься Либо Как Наша Дружба На Этому Заканчивается Вот Друг Должен Иметь Иметь Возможность Такого Непредвзятого Взгляда На тебя Вот Мы себя Тут толком Не знаем Хорошее Замечание Но Неверное На мой взгляд Почему Потому что Со стороны Всегда Виднее И мы Себя Можем Знать Только Видеть Только Мы же не можем Я не могу Себя увидеть Вот я Сейчас Прямо Я себя Увидеть Не могу Ну я Руки Свои Могу Увидеть Например Вот Да Ноги Могу Увидеть Да А лицо Свое Я не могу Увидеть Мне для этого Нужно Зеркало И вот Характер Свой Мы тоже Свою Жизненную Ситуацию Мы не можем Увидеть Мы ее Можем Увидеть Только Через Друг Людей Да И друг В данном Случа Он является Зеркалом Его задача Главная Задача Друга Нам Непредвзято Показывать Это все А если Друг Не прав Может Такое Быть Конечно же Естественно Ну Мы Люди Вообще По большей части Не правы Делая все Что угодно Ну Естественно Он должен иметь Право И на ошибку В том числе И мы Должны иметь Право На ошибку Иначе Как мы будем Учиться Ну Он должен Развиваться Как друг И если Он Как бы Ну Это Должна быть Работа Друга Да Она должна Быть Точкой Личностного Развития Он Развиваясь Как друг Он должен Иметь Смелость И отвагу Сказать Что Ты знаешь Вот Помнишь Я тебе тогда Говорил Покупай Биткоин Или Говорил Не покупай Биткоин Да Так вот Это был Это был Плохой совет Я ошибся Тогда Вот Да То есть И мы Опять же Следующий Следующий Совет Когда он Вам будет Давать Вы Опять же Можете Сказать А помнишь Ты мне Сказал Тогда Не покупай Биткоин А я Мог Тогда Вложиться Да Была Такая Ошибка Да Значит Надо Следующий Совет Учитывать Что Он может Быть Ошибочный И Таким Образом И он Развивается Как Друг И вы Развиваетесь И мы Друг Об Друга И вы Да Друг Это Безопасная Откровенность Это Очень Хорошая Формулировка Да То есть Друг Создает Вот это Пространство В котором Вы Можете Опять же Безопасно Общаться Обсуждая Какие-то Вещи Да Не ожидая Что он Вам Нож Спину Воткнет Мы же Не перед всеми Открываемся Скелеты В шкафу Прячем Ну В том числе Вот Мне кажется Что Друг Он для этого Должен быть Здесь Правда Что касается Исповеди Да Здесь Тоже Могут быть Нюансы Да То есть Есть еще Друзья За деньги Да Например Священник Или психолог Да Он может быть Таким другом За деньги Коуч Может быть Другом За деньги Если Друг Зеркало Какой процент Искривления Допустим Надо Смотреть Тоже Очень хорошее Очень точное Замечание Да То есть Мы Практически Практическим Путем Определяем Эту степень Искривления Да И вот Что касается Елена Пишет Если Друг Оказался Вдруг Естественно Опять же Да А Этих самых Вы работников Нанимаете Сколько Вы работников Поменяете Прежде чем Найдете Того Кто Хорошо Будет Исполнять Свои Обязанности С другом То же Самое Что Друзья Вас Друзья Предавали Когда-нибудь Меня Предавали Друзья У меня Был Друг С которым Мы дрались Так Что Просто Чуть Не убивали Друг друга Вот И Разосрались Так Что Он Настолько Я даже Рассказывать Не хочу Настолько Плохо Поступил По отношению Ко мне Что Я Даже Имени Его Слышать Не хочу То есть Бывали Такие Ситуации Когда Человек Уделал Что-то Вытаскивал Его Из Полной Жопы А потом Человек Ножом Спину Ударно Носил Ну Хорошо Будем Учитывать Это Имеется Ввиду Где он Косячить В наших Отношениях Или Вообще Не Очень Понял Формулировку Да Не Едино Естественно Да То есть Мы На этом Тоже Учимся Да И Мы Понимаем Например Что Ага Вот Этот Человек И Опять Я Уже Вижу Да Таких Людей И Я Например Просто Не Сближаюсь Я Вижу Что Человек Хочет Сближения Какого Звонит Пишет Да Я Вижу По Ряду Косвенных Признаков Да Я Понимаю Что Этот Этот Человек Меня Предаст Я Просто Не Сближаюсь И Это Спасает Мне Нервы И И Деньги И Все На Свете Так Если Друг Дает Советы О которых Ты Не Просишь Как Дать Ему Понять Что Тебе Это Не Нужно Это Может Разрушить Другую Ребят Вопрос Технический Это Не Не Так Важно Да То Есть Опять Там Какие Варианты Ну Можно Сказать Ему Об Этому Например Как Минимум Да Нужно Говорить Ему Правду Относительно Нас Или Относительно Его Поведение С Другим Еще Раз Ребят Вот Смотрите Вы Сейчас Задаете Такие Вопросы Ну Технические Вопросы Которые Зависит От Там Конкретного Персонажа Да Нужно Ли Обниматься При Встрече Ну Есть Друзья С которыми Хочется Обниматься При Встрече Есть Друзья С которыми Там Ты Говоришь На Вы И Сидишь На Расстоянии Трех Метров Это Детали Это Не Так Важно Да То Что Касается Границ Да То Вы Выстраиваете Вот Все Ваши Вопросы Да Они Связаны С Определенным Выстраиванием Границ Да И Соответственно Ну Это Ваша Задача Выстроить Границы Так Чтобы Там Человек Не Давал Советов Которые Вы Не Просите И Что Касается Говорить Правду Да То Если Вы Человеку Не Говорите Правду То Какой Он Друг Тогда Тогда Это Не Друг А Это Что Другое Так Хорошо Тема Дружбы Я чувствую Вызвала Такое Большое Водушевление А мы Еще Самые Как бы Самые Острые Не Подобрались На самом Деле Очень Часто Бывает Так Что Человек Проживает Всю Жизнь Так И Не Приобретя Друзей А Бывает Так Что Там Друг Делает Что-то Такое После Чего Никакого Желания Общаться Не Возникает Такое Тоже Бывает У Меня Много Друзей На самом Деле Действительно Много Не Знаю Может Быть Шесть А То И Семь То Есть Это Это Прям Много Обычно У Человека Там Один Два Три Друга Так Чувствую Что Уже В своем Возрасте Со Своим Опытом Никому Не Хочется Доверять И Открываться Нет Близких Друзей Любим Но Это Компетенция Мы Как бы Люди К этому Относятся Так Знаете На самотек Такое Типа Если Не Приобрел Друзей В детстве Да То Уже Не Приобретешь Дело В том Что Нам В детстве Круг Общения Выдают То Мы Не Сами Его Находят У Нас Появляются Люди Которые У Нас Да Каким То Образом Нас Окружают Да Например В детсаду В школе Да То Вы же Не Сами Выбираете С кем Вы Учитесь В школе И потом Естественно Там Люди С этими Людьми Общаются Дальше Армейские Друзья Институтские Друзья Да То есть С кем Ты Там В общаге Живешь Например Да Если Вы Сознательно Этим Управляете Да Вы Опять Выстраиваете Какие-то Отношения С человеком Скажем У меня Был Прият Как Сосед По общежитию Не буду Говорить Кто Не так Важно Который Не был Моим Другом Причем У меня Один Был Сосед С которым Мы Жили Он Не был Моим Другом Да То есть Он Сосед Я с ним Провожу Там Типа 24 Часа В сутки Потому что Мы еще И учились Вместе Да Но он Другом Моим Не был Потому что Ну Было Какое-то Общение Было Да Естественно Да И постоянно Было Какое-то Общение Да А друзья У меня Были В другом Месте И общался Я с другими Людьми Да Потому что Опять же Я этого Человека Проверил Посмотрел Со всех сторон Да И понял Что он На друга Не тянет А вот Вот этот Человек Хотя он Не живет Со мной В комнате Он на друга Тянет Поэтому Я с ним Буду Общаться Вот Поэтому Это Компетенция Находить И выбирать Друзей А то Что Во взрослом Возрасте Нельзя Друзей Завести Можно Например Парабелл Он был Моим Другом Да И это Было Что называется Была Дружба За деньги Да То есть Я заплатил Ему Там Большие Достаточно Деньги Да Но мы И после Того Как Оплаченное Время Закончилось Да Он продолжал Быть Моим Другом Да Перестав Быть Учителем Он стал Просто Другом Царствие Ему Небесное Светлое Место И уровень Доверительности У нас Был Достаточно Достаточно Высокий И Именно От него Я мог Получить Тот самый Непредвзятый Совет Иногда Это были Гениальные Советы Иногда Это были Абсолютно Идиотские Советы А вот Поэтому Вот так Так Хорошо Дружба Это Да Это Я про это И говорю Что Дружба Это Труд Любовь Это Труд Дружба Это Труд И Это Как Кто Говорил Светлов По моему Дружба Это Понятие Круглосуточное Круглосуточное Дружба Это Понятие В две Стороны То есть У вас Есть Друг Который Для вас Выполняет Работу Дружбы Но и Вы Должны Выполнять Работу Дружбы Для Своего Друга Так Хорошо Идем Дальше Следующего Я Обозначил Как Критик Следующего Персонажа Нашей Системы Но Можно Его Обозначить Как Редактор Можно Его Обозначить Как Хейтер Да То есть Это Кто Кто Вас Критикует Не Дает Советы Да Кто Кто Замечает Ваши Малейшие Ошибки Под Микроскопом Вас Разглядывает И Тот Кто Является Вашей Оппозицией Да То есть Друг Это Позиция Равного Но Это Что Называется Такой Враг Которого Вы Приблизили К себе Есть У меня Есть Знакомый Который Конкретно Его Хейтил Какой-то Чувак И Он Этому Чуваку Стал Платить Зарплату За то Чтобы Он Его Хейтил Да То есть Он Выискивает Ошибки Опечатки И так Далее И так Далее Да И вот Он Его Хейтит За Деньги То есть К Любой Критике Любую Критику Любой Хейт Да Ее Естественно Да Нужно Отделять Эмоциональную Эмоциональную Составляющую От Этого Всего Вот У меня Сейчас Там Какой-то Пост В Фейсбуке Набрал За Там За Три Дня Набрал Что Там 80 Тысяч Просмотров Вот И Там В Комментах Естественно Ну Можете себе Представить Что Там В Комментах На Фейсбуке Да Понимаете Понимаете Что я имею Ввиду Да Но У меня Ну Как бы Эмоционального Никакого Никакой Эмоциональной Реакции У меня Это Не вызывает Да Как Критику Это Воспринимать Да Это Тоже Странно Да Поэтому Я Просто Прошелся Зачистил Эти Комментарии Забанил Людей Как бы И Все И Дальше Идем Вот Но Критик Это Человек Который Реально Указывает На Какую-то Вашу Ошибку На Какую-то Вашу Недоработку Вот И Критике Нужно Относиться Очень Внимательно И Эту Критику Надо Приветствовать И Требовать У меня За Время Существования Нашей Мастерской Типа Ну Так Как Считать Там Один Или Два Полтора Негативных Отзывов От участников Вот И Я это отношу Не к тому Что Там Я Такие Прекрасные Курсы Делаю Да Просто Потому Что Ну Не знаю Повезло Может быть Ну Вот Потому Что Обычно Обычно Много Достаточно Негативных Отзывов У курсов Да Не всем Нравится И я Не всем Нравлюсь Вот Но Я Эти Негативные Отзывы Я их Наизусть Знаю Я их Сулупо Изучил Да Я думаю А почему Был написан Этот негативный Отзыв А что Я могу Улучшить Для того Чтобы Таких Отзывов Не было А вот Это Может быть Улучшить А вот Это Может быть Улучшить Да И С тех Пор Как Отзывы 8 лет Да Уже Все На что Обращалось Внимание Там Все Уже Давным Давно Переделано Вот И После Каждого Курса Я Всех Учеников Прошу Мне Лично Даю Личный Мейл Да Чтобы Не при всех Да Чтобы Вы не стеснялись Могли Всю правду Арматку Мне сказать И Прошу Написать Что вам Что можно Улучшить Что может быть Не понравилось Да И очень часто Бывает так Что люди пишут Вот это Не понравилось Да Я понимаю Что Ага Раз на это Обратили внимание Значит Надо на самом деле Не это Исправить А вот это Надо исправить Да Улучшить Да То есть Это Постоянная 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 Работа Над собой Постоянное Улучшение У нас Там У меня работа Над конспектами Курсов Идет Постоянно То есть И Курс идет Уже И постоянно Еще что-то Докручивается Да То есть После каждого Урока Да Я смотрю Что Как люди Домашки Выполнили Да Какие результаты Да Что еще Можно улучшить Да То есть Это постоянная Постоянная Работа Над собой И она должна быть У человека Всегда Да И для этого Очень важно Научиться Отделять То Что Что называется Хейтерство Да От критики И Хейтер Который вас Хейтит Да То есть Я Какую только Ну не знаю Там Какую только Херню Мне не писали Да Есть вещи Которые Как бы Там Не знаю Кто-то мне написал Там Кто Что вообще Кто он Без образования Без ничего Там Одну книгу Написал Одну пьесу Написал И так далее И так далее Да А тут Что-то Учить Людей Учить Ну Меня Такая критика Не задевает Никак Да Почему Потому что Ну Ни одну Пьесу А 28 Да Ни одну книгу А 36 Да Нет образования Ну Вообще-то У меня Три Образования Да Филфак Педагогический Университет В ГИК Сценарный Факультет Да И Эриксоновский Институт Коучинга Да То есть Я все По специальности Вузы Все прошел То есть Меня Это Не задевает Но Если я вижу Что кто-то Мне пишет Что А вот Тут У тебя Там Ошибка Какая Меня Это Задевает Я Сразу Делаю Работу Над ошибками Вот И задача Научиться Отделять Хейт От критики Вот И В идеале Завести себе Какого-то критика Который Вас критикует Который Вам дает Замечание И Не просто Критикует Да Находит Именно Ваши Недостатки Находит Именно Ваши Ошибки Вопрос Есть ли У вас Критик И этот Критик Он может Не знать Что он Ваш Критик А может Быть И реально Каким-то Критиком Так Это можно Сравнить С мытьем Золота На прииске Отсеиваем Песок Эмоции Оставляем Золотые Гранулы Конструктивная Критика Да Это Хорошее Замечание Да И Очень часто К сожалению Да Даже Люди Которые Являются Нашими Критиками Да Что называется На зарплате Да Редактор Да Например У вас Проект Какой-то Сериальный Проект Например У вас Есть Редактор На проекте Его задача Вас Критиковать Вот И бывает Так Что Этот Человек Вместо Того Чтобы Давать Вам Критику Да Вместо Этого Дает Какие-то Эмоциональные Странные Замечания Что является Критикой Да Где вы можете Что-то улучшить И повысить Качество Того Что вы делаете А что является Хейтом То есть Даже Близкие Люди Очень часто Бывает Так Что Условно Говоря Любовь Которая Должна Была Поддерживать Занимается Хейтом То есть Все Что ты Делаешь Да Оно Обесценивается Такое Очень часто Бывает Гораздо Чаще Чем Вы можете Себе Представить Критик Это Хорошо Ну конечно Если это Критика Конструктив Так я Про это И говорю Что надо Научиться Отделять Критику От Хейта И Если Вы научитесь Это делать Да Научитесь Это Фильтровать Вас Хейт Задевать Не будет Вообще То есть Вот Я вам Клянусь Что когда Я начинал В интернете Тусить Да И когда У меня Там Впервые Начался Большой Достаточно Какой-то Взлет Взлет Популярности Да И Начали Там Всякие Люди Разную Ерунду Писать В комментах Меня Это Задевало Вот И Я Очень Долго Учился На Такие Замечания Не Реагировать Вообще Никак Да То есть Не Реагировать Не в том Смысле Что Там Огрызаться Да А Эмоционально Как бы Ну Ноль Реакции Вот Я даже Беспокоиться Наоборот Начинаю Если у меня Давно Хейта Нет То Значит Что-то Не то Где-то Я Где-то Не дорабатываю Надо Что-то Где-то Пошуметь Дальше Следующее Вот С критиком Следующее Это Враг По Драматургии Да У каждого Персонажа Должен быть Враг С которым Мы Взаимодействуем И Нужно Понять Почему Это Враг Почему Вы с ним Сражаетесь И Что Будет Значить Его Победа И Что Будет Значить Ваша Победа И Здесь Вот Тот Самый Случай Когда Мне Кажется Что Врагом Может Быть Не Естественно Лучше Если Этот Враг Персонифицирован Да И Очень Много Людей Которые А у Меня Враг Вот Этот Не Знаю Пупкин Или Хрупкин Да И Вот Я Всю Жизнь Посвящаю Тому Чтобы Его Что-то С ним Нехорошее Сделать Вот И Сразу Понятно Про Человека Да То есть Его Самоидентификация Сразу Понятно Да Что Если Его Враг Вот Этот Значит Он Вот Этот Да То есть Это Понятная История Но Может Быть Враг Что Называется Объединенный Во Что То Может быть Враг Где-то Там Своё Какое-то Свойство Вот Например Не знаю Болезнь может быть Таким врагом Да Допустим Человек Заболел И Говорит Вот Мой Враг Вот Это Это Болезнь Я С Этой Болезнью Буду Сражаться Это Работает Это Ну Не Не Очень Хорошо Это Работает В кино Не Очень Хорошо Работает В Такой Истории Я Не знаю Почему Не знаю Почему Ну Проще Структурно Проще Рассказывать Историю Про Сражение С Реальным Врагом Но В жизни Мне Кажется Что В жизни Мы Какими-то Наделяем Человеческими Чертами То С чем Мы Сражаемся Да Например Не знаю Лишний Вес Да Для человека Он Становится Просто Каким-то Персонажем С которым Он Боится В кино Это Работает Хуже В романе Это Работает Хуже А вот В жизни Почему-то Это Нормально Работает То есть Может Быть Классная История Про то Как Человек Сражается С раком Например Может Быть Классная Человек Сражается С жиром Я Здесь Я до конца Не понимаю Почему Это Работает Да Вот Такой Такой Абстрактный Враг Или Обобщенный Враг В жизни Понимаю Почему Он Работает В кино Потому Что Мы Его Можем На Глазах Увидеть Может Быть Это Связано С тем Что Все Таки Мы Когда Мы Видим Какое-то Реальное Столкновение Не в кино А в жизни У нас возникает Ощущение Опасности Да Например Одно дело Увидеть Драку В кино Бой Какой-то И другое Дело Когда вы Идете По улице И видите Что Кто-то Рядом Дерется Поэтому Когда Кто-то Напрямую Обозначает Что Мой Враг Вот Такой То Да Я С ним Сражаюсь И посвящаю Свою Жизнь Уничтожению Вот Такого То Такого То Да Этот Человек Сразу Для нас Становится Опасным Мы Начинаем Его Воспринимать Как Угрозу Что Значит Он Способен Убить Ударить То есть Физически Как-то Воздействовать У нас Сразу Возникает Такой Негатив И в себе Тоже Мы Вот Этого Врага Да Если Мы Конкретного Врага Ищем Да Что-то В нас Ломается На Этическом Уровне Ломается И Я Своего Врага Обозначил Как Ну Я Тут Как бы В связи Любопытно Что в связи С политической Ситуацией Да Как-то Я всегда Про это Говорил Да Что Моим Врагом Является Голливуд Моим врагом Является Колониальное Кино Да То есть Голливуд Американское Кино Сделало Совершенно Чудовищную Историю После Падения Советского Союза Да Оно Полностью Захватило Европу То есть Оно Полностью Уничтожило Европейское Кино Да То есть Было Великое Итальянское Кино В 60-е 70-е Годы Было Великое Французское Кино Было Великое Немецкое Кино Да Было Великое Испанское Кино Было Великое Британское Кино И вот Все Это Уничтожено Да То есть Все Вот Станок Мстителей Гарри Поттера Он прошел Просто Ну и у нас Естественно И у нас Было Великое Кино Да И оно Тоже Там До сих пор Еще в себя Не пришло От этого Да То есть Вот Колониальное Американское Кино Прошло По По всему Свету Прошло Просто 30 лет Абсолютной Культурной Диктатуры Выжигая Все Живое Вот Это Мой Враг Да И я Всегда Про это Говорил И 20 лет Назад И 10 Лет Назад И сейчас Я про это Говорю Да Что Вот это Ненасытное Животное Которое Уничтожает Мировую Культуру Да Его Надо Остановить Да Остановить Каким Образом Создавая Создавая Наше Кино Создавая Наше Хорошее Классное Умное Эмоциональное Тонкое Кино Прозу Драматургию Да То есть Я Борюсь Вот с этим Колониальным Животным Да Подавляющим Мировую Культуру Да За счет Чего За счет Того Что То есть Что будет Моей победой Да Моей победой Будет много Хорошего Кино Культурная Многополярность Да Чтобы оно Было Везде И Мое Поражение Это Будет Такая Эпоха Малокартин Вот как В Советском Союзе После Сразу же После войны Да Было там Лет 10 Когда Была Вот эта Диктатура Кинематографическая Да Вот сейчас Произошло То же самое Да То есть Когда Кино Когда Вот эта Машина Маркетинга Голливудского Да Она задавила Все живое Установив Свою монополию Везде Да Когда Выходит Какой-нибудь Фильм про Гарри Поттера Его Сразу же Все кинотеатры По всему миру Открываются Да И все книжные магазины Книги продавали Про Гарри Поттера Да То есть Вот это Диктатура И если вы посмотрите На самых Богатых писателей Всего мира Вы увидите Что за последние 20 лет Там одни и те же Имена Роулинг Паттерсон Стивен Кинг Дэн Браун И так далее И так далее Да То есть Это Именно Монополия Вот Я считаю Что эта монополия Должна быть разрушена Это монополия Которая Поддерживается Экономикой А не Качеством Текста Вот И Соответственно Да В итоге Уже сейчас Мы видим Что им Ну Нет необходимости Бороться за качество У Нетфликса Нет необходимости Бороться за качество Они и так везде В каждом Этом самом Ну и в итоге Они снимают Абсолютно Несмотребельное Фуфло Почему? Потому что Они знают Что его и так Посмотрят Вот Люди Потихонечку От этого Начинают Ну условно говоря Какая-нибудь Миссия Невыполнимая Но новая Выходит Не очень Понимают Зачем Как бы Ее смотреть Или там Топ Гам Второе Продолжение Вышло Да Я профессионал Кино Да Я не очень Понимаю Зачем Зачем Мне его смотреть Да Я понимаю Что я там Увижу Кино Которое Я 50 50 тысяч Раз Уже видел Вот И вот Я хочу Чтобы кино Было другое Чтобы кино Было разное Поэтому Я сейчас Смотрю В основном Индийское Кино Китайское Кино Ну Или Если Американское То Какое-то Старое Кино Золотого Века Голливуда Вот Соответственно Если Вы Не Выберете Себе Врага Не Выберете Кого-то С кем Вы Сражаетесь Или С чем Вы Сражаетесь То Враги Будут Выбирать Вас То есть Вы Тогда Будете Защищаться Так Вопрос Если У вас Враг Если Есть То Кто Это И И Почему Этот Враг Так Вот Хорошее Замечание Наталья Враг Это Не как Странная История Доктора Джекила И мистера Хайда То есть Враг Я понимаю Что вы Имеете Ввиду Это То О чем Вы Говорите Когда Какая-то Часть Меня И Я С Этой Частью Себя Сражаюсь Может Быть Может Быть Почему Нет Да Например Я Алкоголик И Я С Этим Алкоголиком Алкоголизмом Сражаюсь У меня Тяжелая Наследственность Очень Я Сегодня Просто Отца Вспоминал Четыре Года Назад Отец У Меня Умер Вот Отец Бухал Просто По черному Вот И У меня Было Подозрение Что Что Я Тоже Алкоголик Да Что У меня Наследственность Вот И было Время Когда Я Володе Жил Я Попивал Хорошо Так Вот И Я Сказал Себе Что Так Я Этот Монстр Я С ним Буду Сражаться Мне Кажется Победил Так Стали Уставать От Голливуда Идет Обратная Тенденция В сторону Хорошего Национального Кино Так Есть Причем Национальное Кино Да Когда Мы Говорим О Национальном Кино Кстати Говоря В Советском Союзе Тоже Все Так Была Хотя Они Там Поддерживали Национальное Кино Но Все Равно Там Был Какой То Идеологический Гнет Достаточно Сильный Вот И Сейчас Я Вижу Ну Не знаю В Казахстане Например Снимает Очень Много Хорошего Кино В Грузии Снимают Так Вы Хорошего Русского Прекрасная Прекрасная Такая Иллюзия Да Что Все Все Русское Кино Это Говно Ребят Это Полная Ерунда Сегодня Снимается Хорошего Кино В России Больше Чем Когда Быто Ни Было За Всю Историю Кинематограф Никогда Такого Качественного Российского Кино Не Производили За Всю Историю Нашего Кино У нас было По крайней мере Два Золотых Века Это 20-е годы Когда Мы снимали Лучшее Кино Вообще В мире Американцы У нас Учились Монтаж Назывался Русским Кулешовский Эйзенштейновский Второе Это 60-е годы Тарковский Параджанов И так далее И так далее То есть Тоже Великое Кино Сейчас Другое Дело Что Все же Смотрят На что Все смотрят На экранное Кино А что У нас В экранном Кино Чебурашка Вызов Ну Тоже Неплохие Фильмы Но Они Не дотягивают До наших Сериалов Поэтому Хорошее Кино Сегодня Телесериал А сериалы Наши Извините Нетфликс С руками Ногами Хватает Наши сериалы И смотрят Их с огромным Удовольствием Поэтому Наши Телесериалы Сегодня Одни из Лучших В мире В мире То есть Если вы Посмотрите Я не знаю На вскидку Что вам Посоветовать Например Король и шут Сериал Да Это Работа Не то что Мирового уровня Да По качеству По всему По старителлингу По игре актеров По Тому Как снято По звуку По картинке Да То есть Я считаю Что это там Ну не знаю Один из лучших сериалов Вообще Снятых В мире Да То есть Это сериал На уровне Наследников Вне всякого сомнения И недаром Опять же Его там Вся страна Посмотрела Новый взлет Популярности Короля и шута Там и так далее И так далее Я прям Нашел Ну не знакомый С сценаристом Я нашел Сценариста И написал ему В личку Письмо Что Прям респект Молодцы Ребята Так Хорошо И так Вот у нас С вами Семь основных Персонажей И вот Все эти Персонажи Они могут быть Дистанционными И даже Могут быть Виртуальными При этом Да Король и шута Еще Ребят А вы короля и шута Уже посмотрели? Вот мне Это прикалывает Да Такой Типа А что есть? Вот Я говорю Вот это есть Вот это есть Вот это есть Вот это есть А вы мне А еще А еще А еще Ну Вы это Сначала Посмотрите Потом Поговорим Дальше Это должны быть Разные люди Это Сделает вас Более продуктивными То есть Да Можно вообще Все эти роли Схлопнуть И в одного человека Да Но если их будет Больше То Будет Лучше Будет качество Качество лучше Да Король и шута Посмотрела Благодаря вам Очень понравился Сейчас Икеон На самом деле Очень неплохо Да Я почему-то Была уверена Что кто-то Из ваших учеников Писал короля и шута Я У меня такое бывает Иногда Когда Я вижу Какой-нибудь Они же не все Еще Как бы Они же не все Хвастаются То есть Ну Есть кто пишут Там Александр Вот Вышел сериал Там Типа Вот Это самый Я радуюсь Всегда Посты пишу Молодцы И так далее Вот Но Бывает Что я узнаю Какой-то сериал Там Не знаю Ольга сериал Да Вот вижу Там Ага Известный сериал А кто Надо посмотреть А кто написал Смотрю И смотрю Фамилии знакомые И там половина Мои ученики Из Еще не из мастерской Давно сериал снят Тогда мастерской Еще не было Из МШК С курса Который я учил Ну Как бы Ясно Все Вот Поэтому Так Если знаешь врага И знаешь себя Победа недалека Если знаешь при этом небо И знаешь землю Победа обеспечена полностью Ну Да Так Враг лишний вес С ним пол жизни Сражаюсь Наследственность В данный момент Я его побеждаю Супер Так Хорошо И очень часто Еще один важный момент Очень часто бывает Такой перекос Что Несколько учителей Например у человека И ни одного критика Да Или все помощники Такое тоже бывает Да Человек такой диктатор И Вот он Только раздает Задание И все Любого человека Он воспринимает Только как помощника Или все враги Такое тоже бывает Да Бывают характеры у людей Да Которые со всеми срутся Все кругом враги Вот Поэтому я советую В этом случае Что делать Вот прям по схеме Идти Да Давайте еще раз Я вам повторю Я их всех не помню наизусть Да То есть Герой Сам герой Дальше Помощник Союзник Учитель Консультант Любовь Друг Критик И враг Да Девять персонажей Получается И Соответственно Да Распределить их Таким образом Да Чтобы у вас Не было перекосов В какую-то В одну сторону Вот И В этом случае Да Вот Вы будете Вы свою продуктивность Свою эффективность Вы Вырастите Очень сильно И Это Очень понятная Система персонажей Да То есть Она для вас Будет понятна То есть Вы будете Очень четко Понимать Кто Из Окружающих Вас Людей За что Отвечает Вот То что я Хотел вам Сегодня Рассказать Понятно ли Домашнее задание Если понятно Напишите Что все Понятно Если есть Вопросы То задайте Ваши Вопросы Также Я напоминаю Друзья Да Кстати Мы про сериалы Заговорили Да У нас сейчас Как раз Идет набор На онлайн курс По написанию Сериалов Я просто Здесь вижу Уже людей Которые Которые Уже поступили На этот курс Но и вижу Людей Которые Еще не поступили А моей задачей Конечно же Является То И моей миссией Является То Чтобы вы все Отучились В мастерской Так что Никуда вы не денетесь Сейчас я посмотрю Просто Сколько мест осталось 9 мест осталось На настоящий момент Так что Если вы Хотите Понимать Как работает история Если вы хотите Присоединиться К моей К моей войне С колониальным С культурным Колониализмом То Присоединяйтесь Так Врагов Сколько должно быть Лучше одного Оставить Или Если у вас Несколько Врагов Лучше Сражаться С одним За раз Да Таким образом Мы еще можем Просканировать И наше окружение Совершенно верно Я для этого Вам и Даю Это задание Чтобы вы Посмотрели И Сказали Ага Ты Выполняешь Допустим Роль Друга Соответственно Я тебя Не нагружаю Другими Обязанностями Да То есть Не пытаться Дружить С помощниками Не пытаться Учиться У любви Да То есть Вот разделить На этот самый Разделить По ролям Так Вы меня Таки убедили Что Стритейлинг Хороший Ну не знаю Наверное Хороший Если люди Учатся Да То есть Результаты Получают Книги Выходят Сценарии Снимают Так что У нас Вот важно Понимать Да Что У нас Не только Мотивация Да И На самом деле У меня Вообще Как бы Не очень Хорошее Отношение К мотивации Хотя Мотивация Тоже Нужна Да Мы Занимаемся Ремеслом Сценарное Мастерство Это Ремесло Мотивация Там Дело Пятнадцатое Она Тоже Нужна Да Но Вдохновение Работает Только Тогда Вдохновение Появляется Только Тогда Когда Вы Ремеслом Владеете А Ремесло Вы Даже Если Вы Супер Мотивированы Да Вы Внезапно Из Ниоткуда Не Вытащите Там Не знаю Модель Путь героя Вы Если Вы Ее Не знаете Вы Ее Из Ниоткуда Не Вытащите Да Вы Не Поймете Как Работать С Мета Стратегиями Вы Не Поймете Как Проходить Конфликт Да То есть Есть Существует Совершенно Конкретная Схема Прохождения Конфликта Да То есть С чего Он Начинается Как Он Продолжается Как Он Развивается Как Он Заканчивается Да То есть И Это Все Компетенции Да Это Все Навыки Это Все Можно Знать Да И Естественно Если Вы Это Знаете Вы Пишите Гораздо Круче Так Если Нет Врагов Ну Если Нет Врагов Значит Если Нет Своих Врагов Значит Вы Сражаетесь С чужими Значит Вам Этих Врагов Дадут И Вы Все Равно Будете С врагами Если Вы Не Выбрали Себ Врага Вы Все Особенности Функции И Назначения Врага Хороший Вопрос Я думаю Что для того Чтобы Держать В тонусе Да Осознала Что ремесло Самое важное Уже Смотрела Книжечки Что прилагаются Курсы Ну там Книжечки Сценарии Да Там И русские Сценарии Там Лучшие Сценарии Сериалов И Английские Сценарии Тоже Несколько Я Большой Достаточно У нас Пакет Того Что надо Посмотреть Прочитать Перед курсом Окей Хорошо Друзья Так Значит Смотрите Если Все будет Нормально Если Третья Мировая Война Не Начнется То Следующее Занятие У нас С вами Пройдет В прямом Эфире А позаследующее Я надеюсь Что В записи Опять Пройдет Но Пока Следующее Точно У нас Следующее Точно В прямом Эфире Хорошо Все Большое Вам Так А как Мне завершить Транспляцию Транспляцию Come Э Э Транспляция Транспляция